Здравствуйте, друзья. Тут у нас как бы приближается 8 марта, сегодня 7. И я хотел вам зачитать письмецо, которое я получил. Вот оно здесь на форуме залив.орг. Я его туда перепостил. Не помню, где оригиналь, но ко мне попал этот пост. Но такой вот рассказ девушки. Я буду голосом читать, потому что я знаю, что многие не столько смотрят, сколько слушают. Это такое наше радио. Здравствуйте, Михаил. Смотрю ваш блог. Очень нравится. Всегда можно найти полезную информацию и мудрый совет по любому вопросу. Приходите. Это я от себя. Приходите. Совсегда. Я бы хотела поделиться со зрителями информацией о том, как защитить себя, если девушка приехала по визе невесты и жених обращается с ней неподобающим образом. Неподобающим образом. Но я не хочу делать это со своего канала. Ну, естественно. Так как этот вопрос слишком личный. Я, в общем-то, если честно, и не веду блог со своего канала в принципе. Но мне кажется, что эти советы могли помочь другим девушкам или же молодым людям, которые попали в ситуацию зависимости от американского гражданина-гражданки. И у них нет, казалось бы, никакого выхода. Если вкратце. Я приехала по визе невесты. Родила ребенка. И муж не подал на мою смену статуса. Таким образом, я оказалась без social security number. Возможности получать права или же получать ID. Также не могла получить разрешение на работу, пойти учиться или снимать жилье. Полностью зависела от него. И тогда, когда он поступал, как ему вдумается, мог уходить на несколько недель, оставляя нас без денег на еду и прочее и прочее. Ребенок был больной. У него был врожденный порог сердца. Муж даже не хотел подвезти нас в госпиталь. Я ходил и пешком без денег. И он кричал на меня, чтобы я не ходила туда. И так далее. Выгонял меня из дома, когда у него было такое настроение. Или наоборот. Заставлял сидеть заперти. И главное, много пугал разными законами, что я никто здесь и должна слушаться его. Вообще, мне это напоминает какой-то такой муви-ужастик. Вот так. Я пару фильмов смотрел, больше не выдержал. И очень похоже на развитие сюжета. Однажды я сбежала и жила два года в приюте. В шелтере жила так. Смогла сделать себе разрешение на работу, подала на грин-карту через какую-то организацию. Я не знаю, что это. WAVA. Пока что у меня есть только social security number, водительские права и разрешение на работу. Получила несколько месяцев назад. Грин-карты пока нет. Все еще на рассмотрение. Я уже живу здесь пять лет. В Россию, конечно, еще не ездила. У нас было много судов с мужем. Развод, опека, алименты. Однако через год он изъявил желание вернуть семью. И мы попробовали ходить на семейную терапию. Весь следующий год мы проходили на эти сессии каждую неделю. Я все еще жила в приюте. Позже мы потихоньку решили, что можно еще раз попробовать построить здоровые отношения. И через полгода после этого я вернулась к нему. Мы живем вместе. Надо сказать, что концовка совершенно неожиданная. Ну, то есть, я не знаю, очень-очень-очень неожиданная. Хорошо. Так, пожалуйста, напишите мне, если тема будет интересна зрителям, и хотели бы вы осветить в своем блоге некоторые советы по этому поводу. Я могу рассказать подробнее. Единственное, я не хотел бы описировать свое имя, лицо и город. Я живу в Калифорнии. Возможно, вы хотели бы пересказать с моих слов или же сделать видео просто с голосом. Вот. Ну, я пока что со своим голосом. И у нас не то, чтобы там канал какой-то именно семейный, но я хочу сказать, что вот у меня здесь два интереса таких, значит, первый это то, что в иммиграционном смысле произошло, да, то, что вот девушка была бесправ, потом оказалось, что, в общем, она не такая бесправная и такой психический человек, который ей достался. Значит, а вот эта концовка, когда вот вроде бы он уже и не такой психический, вроде они даже там договорились, и эта часть, конечно, совершенно невероятная. Вот я хотел с вами поделиться. Значит, спасибо всем, пишите. И сама девушка, если она хочет более подробно, поскольку я, честно сказать, не помню, откуда я это вытащил, то ли с Фейсбука, может быть, там, не знаю, с Одноквастников, с ВКонтакте, может быть, из Скайпа, честно, не знаю. Вот, поэтому давайте тогда девушка тоже меня в личке там сконтактируйте, чтобы я знал, если что, и мы тогда сделаем что-то более подробное. Спасибо большое всем за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»